Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам смягчения последствий коронавирусной пандемии, социальной помощи гражданам, адресной организации работ в рамках общенародного движения доброта и поддержка, обеспечения занятости населения. Президент Республики Узбекистан в начале видеоселекторного совещания, посвященном вопросам занятости, вновь остановился на проводимой в стране работе по противодействию инфекции коронавируса. Глава государства, в частности, отметил. Всем нам придает сил тот факт, что до настоящего времени в Узбекистане выздоровели и переведены на реабилитацию свыше 420 пациентов. Еще раз спасибо всем соотечественникам, адекватно воспринимающим возникшую ситуацию, безусловно, следующим правилам карантина и широко поддерживающим предпринимаемые меры. Глава государства от себя лично, от имени народа Узбекистана, вновь выразил благодарность нашим самоотверженным врачам, денно и ночно борющимся с пандемией, проявляющим истинный героизм, а также служащим в одном ряду с ними сотрудникам Министерства внутренних дел по чрезвычайным ситуациям, обороны, а также Национальной гвардии. На состоявшемся 20 апреля видеоселекторном совещании, сказал президент, мы определили отправные меры по скорому возвращению к нормальной жизни, по этапному смягчению режима карантина в нашей стране с полным соблюдением международных и национальных требований. В настоящее время в регионах, свободных от вируса, строго соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, постепенно налаживается работа промышленных предприятий, строительных объектов, фермерских хозяйств и кластеров. Глава государства подчеркнул, что признателен деканам и фермерам, руководителям и работникам кластеров, упорно трудящимся сегодня на полях и приусадебных землях, не теряя ни одной минуты дорогой для них поры. «Разумеется, мы ни на миг не остановим борьбу с пандемией коронавируса», сказал президент. «Это чрезвычайно важный вопрос, связанный со здоровьем и жизнью нашего населения. Вместе с тем, мы должны без промедления решать такие актуальные задачи, как гарантированное обеспечение 34-миллионного народа продуктами питания и другим необходимым, недопущение снижения доходов граждан, поддержка нуждающихся в помощи соотечественников». Для этого, сказал президент, ведущие сферы и отрасли нашей экономики должны работать стабильно. Как видно, необходимо одновременно решать целый ряд сложных задач. «Всех нас, подчеркнул президент, непременно радует, что наш народ, общественность с энтузиазмом восприняли образование общественного движения «Доброта и поддержка» в целях адресной помощи нуждающимся слоям населения в нынешнее сложное время. Мнения и искренние отзывы, высказанные на телевидении, страницах газет и социальных сетях, нашими достопочтенными гражданами, уважаемыми учеными, религиозными деятелями, представителями культуры и искусства, бизнес-сообщества и молодежи, свидетельствуют о том, что эта благородная инициатива исходит из самого сердца нашего народа. Эти искренние мнения, подчеркнула руководитель страны, говорят о том, что в трудную пору, когда народ столкнулся с бедой, лучшие человеческие качества, такие как готовность поддержать и помочь, внимание и забота, издревле присущие нам и сегодня проявляются еще сильнее. «Есть глубокий смысл», – сказал президент в словах великого поэта и мыслителя Алишера Наваи. «Щедрый человек находится под сенью райских деревьев». Я хочу напомнить всем нашим соотечественникам, бескорыстным предпринимателям, искренне поддерживающим данную инициативу и вносящим достойный вклад в это благое дело, утверждение священных книг, награда за добро, только добро. Всем предпринимателям и фермерам, представителям хозяйственных объединений, министерств, ведомств и организаций с заботой и уважением, протягивающим руку помощи нуждающимся, малообеспеченным людям и семьям, это добро воздастся сторицей, – подчеркнул глава государства. Государство и общество, прозвучало в свою очередь, всесторонне поддержат великодушных предпринимателей. Они ничем не будут обременены. По этой причине, я уверен, – сказал президент, – что общенародное движение «Доброта и поддержка», продемонстрировав единство нашего государства и народа, его мощь займет достойное место на страницах нашей новой истории. «На пороге священный месяц Рамадан», – сказал глава государства. «Искренне от всего сердца поздравляю наших отцов и матерей, братьев и сестер, наш верующий народ с этим светлым праздником. Желаю всем вам мира и спокойствия, семейного счастья и благополучия». Надеюсь, что, несмотря на нынешние временные трудности, Рамадан, как и всегда, наполнит радостью наши дома и сердца, подарит изобилие и достаток стране, еще более усилит чувство сострадания, – сказал президент. Пользуясь случаем от себя и от имени народа Узбекистана, глава государства искренне поздравил наших мусульманских собратьев в ближних и дальних краях, пожелал им мира и благополучия. Милостью Всевышнего Аллаха добрые пожелания в Рамадан сбываются. Всем и посредством уразы искренних молитв и благих поступков в этот благословенный месяц просим у Творца поскорее избавить нас и все страны мира от этой невзгоды, – сказал президент. Вследствие пандемии коронавируса при остановлении деятельности миллионов предприятий и организаций повлияло на жизнь 2 миллиардов 700 миллионов работников. Число бедного населения в мире рискует увеличиться вдвое или на 500 миллионов человек. И в нашей стране значительно сократились объемы производства и оказание услуг на 196 тысячах предприятий. Об этом свидетельствуют и налоговые поступления за 20 дней апреля. В частности, поступления снизились на 30-40% в ряде областей, более чем на 50% в некоторых районах и городах. В таких тяжелых условиях государством принимается ряд мер. В частности, согласно принятым месяц назад двум постановлениям, число семей с детьми, которым положены пособия и материальная помощь, увеличено с 595 тысяч до 655, то есть на 60 тысяч. Вместе с тем продлены сроки выплат по кредитам населения на сумму 3 триллиона 260 миллиардов суммов. Период карантина за счет Фонда содействия занятости и Фонда общественных работ обеспечена занятость 141 тысячи 800 безработных граждан. Им выплачена заработная плата на сумму 43 миллиарда 225 миллионов суммов. Вместе с тем, центрами по координации благотворительной помощи 219 тысячам семей розданы продукты питания и санитарно-гигиенические товары. Однако нельзя ограничиваться этим. Меняющаяся с каждым днем обстановка требует принятия дополнительных мер по обеспечению занятости и социальной защиты нуждающихся семей. На совещании обсужден вопрос материальной поддержки граждан, оставшихся без работы в результате карантинных ограничений. Отмечалось, что предпринимателям и фермерам следует помогать бедным семьям заниматься хозяйством на приусадебных землях, выделять наделы на своих землях для выращивания повторных культур, содействовать надобному труду. Государство предоставит таким субъектам отсрочку или рассрочку по налогам или кредиты. Для эффективной организации этих мероприятий будет организован оперативный штаб Министерства экономического развития и сокращения бедности и Государственного налогового комитета по координации деятельности министерств и хакимиатов. Дано указание по составлению точного перечня оставшихся без работы и нуждающихся помощи граждан по районам и городам. Адресная организация работ в рамках общенародного движения доброта и поддержка. Отмечена необходимость трудоустройства людей, которые были безработными до карантина, зависели от ежедневного заработка. В частности, указано на возможность создания 14 тысяч новых рабочих мест за счет организации сельскохозяйственных кооперативов и домашних теплиц. Поставлена задача охватить сезонными работами 110 тысяч человек, общественными работами 167 тысяч граждан. Как известно, на нескольких последних совещаниях главой государства были определены важные меры касательно сельского хозяйства, строительства, химической промышленности и машиностроения. Если правильно организовать их выполнение на местах, будет обеспечена занятость тысяч людей. К примеру, имеется возможность организации 52 тысяч рабочих мест за счет создания садов, виноградников и теплиц на 26 тысяч гектаров, 785 тысяч рабочих мест в шелководческой отрасли, 75 тысяч рабочих мест в серых строительства и инфраструктуры. Президент отметил, что необходимо обеспечить качественную реализацию этих задач, достичь как занятости, так и удовлетворенности людей. Особое внимание на совещание уделено вопросам развития сферы сервиса. В настоящее время остановили деятельность или значительно потеряли выручки 13 тысяч предприятий общественного питания, 45 тысяч предприятий торговли, 19 тысяч обслуживающих, 7 тысяч транспортных предприятий. В условиях карантина можно нормализовать деятельность минимум 70% этих предприятий, наладив доставку продуктов питания и товаров, организации передвижной торговли и услуг. Вместе с тем видится возможное возобновление услуг по приему платежей, страховании и микрокредитования со строгим соблюдением требований карантина. Исходя из этого, специальная республиканская комиссия поручена создать условия для субъектов предпринимательства, оказывающих услуги по доставке. Начиная с сентября прошлого года, была начата выдача временных трудовых свидетельств самозанятым гражданам, но это не дает должного результата. В связи с этим отмечена необходимость создания удобной и простой правовой системы для поддержки и легализации деятельности самозанятых граждан. В настоящее время им разрешено заниматься 85 видами деятельности. На совещании указано расширить этот перечень, разрешить все виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством. Будет внедрен механизм уведомительной регистрации самозанятых граждан. В нашей стране богатые традиции ремесленничества и имеется большой потенциал в этой сфере. Сегодня она кормит более 25 тысяч ремесленников, если считать и учеников, около 80 тысяч семей. На совещании даны поручения по организации дистанционных учебных курсов, обеспечению ремеслом молодежи и женщин, популяризацией через телевидение опыта мастеров-ремесленников. На ассоциацию Хунарман, Министерство инвестиций и внешней торговли, возложена задача создания онлайн-платформы для продажи ремесленнических изделий за рубежом под брендом Узбекистана. В настоящее время множество молодежи оказывают услуги дизайна, перевода, программирования, рекламы, репетиторства и другие, сидя дома через интернет. Но они сталкиваются с рядом препятствий при дистанционном открытии счетов банки, приеме платежей. В связи с этим ответственным лицам поручено создать различные льготы и преференции для таких категорий работников, содействовать обучению молодежи, зарабатывать интеллектуальным трудом через интернет, внедрение в стране популярных зарубежных платежных систем. Ответственные лица ИХАКИМа представили информацию о предстоящей работе во исполнении поставленных на видеоселекторном совещании задач.